Бомж один ночью забрался к олигарху в сейф и заснул там. Утром секретарша приходит, видит из сейфа торчат ноги, упала в обморок. Потом пришла жена олигарха, смотрит из сейфа торчат ноги мужские и секретаршины, застеснялась и ушла. Потом пришла теща олигарха, хотела занять у него до пенсии. Видит сейф открыт, вокруг трупы валяются, начала кричать не своим голосом. На голос прибежали дети олигарха, поняли, что бабушка сошла с ума, сказали, мы сегодня в школу не пойдем. И убежали купаться на речку, у них во дворе своя река текла. Теща надоела кричать не своим голосом, она пошла принять что-нибудь от нервов. Приняла 300 граммов водки, думает, скучно одной, вызвала милицию. Бомж проснулся, стал собирать в доме бутылки. Олигарх проспал сам к себе на работу, пошел с горя на кухню. На кухне теща забралась на стол, танцует. По столам бомж бьет ложкой по пустым бутылкам, а в дверь милиции стучится. Олигарх пошел открыть дверь, пока ее не выломали. Через минуту входит с милиции на кухню. Там теща, жена, секретарша, бомж, все пьяные в дым. Спрашивают их, звонили насчет ограбления? Звонили. Кто? Конь в пальто. Милиционеры поняли, что денег не дадут, уехали к себе. Олигарх сел с завтракой, для аппетита выпил 100 грамм с тещей, 100 с женой, 100 с секретаршей. Потом, как следует, с бомжом. И забыл, что к нему должны приехать японцы, заключить контракт на миллиард. Тут японцы приехали, один старый, другой молодой. Оба японцы. Прошли на пьяную кухню, там молодой японец остолбенел. Старый японец сказал, у русских так принято. Если большое дело, то надо сильно выпить, и чтобы были разгульные девицы. Тут теща еще выпила, и стала понимать по-японски. Говорит, кто разгульный? Я разгульный. Сам ты сукин сын. Японец начал кланяться, чтобы замять скандал. Олигарх тоже стал кланяться. А хорошо кланяться, умеет только японцы. Олигарх с третьего раза лбом ударился о пол, обернулся, а чуть волком не стал. Ну не стал, только посерел очень. Жена видит, он серый сидит. Вызвала скорую помощь. Помощь приехала, и врачи заподозрили, что японцы это японцы. Но бомж сказал им, здесь все свои. Только двое выпили больше, чем могли. Помощь промыла японцам желудки. У них все равно глаза косые. Увезли их в Склифосовского. В Склифосовского у японцев нервы не выдержали, они стали требовать, чтобы им вернули острова. Но наши сказали, вы в Склифосовского, а не в Кащенко. Чуть не дошло до войны. Там, глядишь, другие страны ввязались бы. Чего не ввязаться? А все из-за бомжей. Надо что-то делать нам с нищетой в стране.